Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Мураджин Йозеф. В период пандемии особое внимание уделяют выездным услугам населению. То есть собрать анализы или выполнить электрокардиографию на дому не станет вопросом. В конце прошлого года амбулатория Аула Кубина получила автомобиль скорой помощи. Теперь и медикам, и пациентам стало намного легче. Наша работа намного облегчилась в плане того, что мы можем каждый день выезжать к больным по необходимости, обслуживать вызова на дом, не мобильным больным, пациентам, которые старше 65 лет. И, соответственно, облегчилась работа в том плане, что наша лаборантка может выезжать в любое время брать анализы крови, мочи, биохимический анализ крови. Заведующая амбулатория Изарема Лиева всегда на связи с пациентами и дистанционно консультирует больных, кто уже побывал на приеме и продолжает лечение дома. Она рассказала также о ситуации с вирусом среди населения в Кубине. Сейчас в стране количество больных растет у нас в ауле, но, к счастью, как и ранее было сказано, этот штамм ковида протекает легче намного. В основном амбулаторные больные у нас, госпитализированных на данный момент у нас по аулу только 4 человека, а так в основном получают лечение все на домах. Жители аула очень рады такому событию, ведь раньше приходилось ждать карету скорой помощи из соседнего Усть-Джигутинского района, а сейчас у кубинцев есть возможность получать медицинскую помощь моментально. Альбина Курачинова, Кенжи Ванжела Джебекова, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Кубина. Без разрешения этого ведомства никто не выйдет на службу. Сегодня в России отмечается День создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Эта дата значима для сотрудников, которые отмечают свой профессиональный праздник на рабочем месте. Накануне дня рождения в гостях у Росгвардии побывала Фатима Даурова. Чуть более полувека назад, в далеком 69-м году, был сформирован четвертый отдел на основании приказа МВД СССР, на который возлагались функции по осуществлению лицензионно-разрешительной работы. Особой реорганизацией отдел подвергся в начале 90-х. Именно тогда стали открываться сыскные агентства, появились частные телохранители и охранные фермы. В наши дни лицензионно-разрешительная служба – это особое подразделение Федеральной службы войск Национальной гвардии. Ее основная задача – не допустить попадания огнестрельного оружия в руки потенциальных злоумышленников. Основные задачи – контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью, также предоставление госуслуг, что является основной целью государства, чтобы в более доступной форме в электронном варианте предоставлялись эти услуги. Эти услуги подаются через портал госуслуг. И, соответственно, по проверочным данным уже принимается решение сотрудниками выдавать оружие или удостоверение частного охраны, или не выдавать. Алий Братов сейчас уже подполковник полиции. 21 год назад, будучи совсем юным, решил посвятить себя служению закону и правопорядку, послушавшись совета отца, который тоже был сотрудником милиции и ни дня не пожалел о сделанном выборе. За годы службы его не раз поощряли ведомственными наградами за профессионализм. В этой системе я работаю. 6 июня этого года будет 21 год. В 2001 году я пришел инспектором. На сегодняшний день я заместитель начальника центра. Мне нравится здесь работать. Коллектив у нас хороший, слаженный. Начальник тоже хороший очень. Мы с ним и в МВД работали, и в гвардию перешли. В настоящее время на учете в подразделениях ЛРР Республики состоит 21 746 владельцев, получивших разрешение на хранение и ношение оружия, в пользовании которых находится 30 890 единиц гражданского оружия. Сотрудники тщательно следят за безопасностью оборота оружия и обеспечению по постоянному месту жительства владельцев подходящих условий сохранности, исключающих доступ к нему посторонних лиц. Применяются плановые и внеплановые проверки. Бывают случаи, когда некоторые владельцы оружия просто забывают своевременно продлевать разрешение на его хранение. В таких случаях стволы изымаются, а его владельцы наказываются в административном порядке. Для нерадивых охотников наличие двух нарушений в течение года – это уже повод для лишения оружия. Данное оружие было изъято в связи с правонарушением владельца по статье 20.8. Оружие изымается на период, пока владелец не подаст документы для продления разрешения. Сегодня оружие будет помещено в камеру хранения в МВД. Отсюда оно увозится и передается уже в МВД. Там оно хранится два месяца, после этого оно уже переходит в КХО, в общую камеру. Но владелец обязан оружие это продлить разрешение на него и забрать его в течение месяца. То есть год оно хранится у нас, после года, более года, оружие уже отчуждается в пользу государства, либо же владелец предпринимает меры его в дальнейшем реализации. Кстати, вот этот красавец в годы Великой Отечественной войны отважно бил фрицев на полях сражений. 1944 года, пожалуйста. До сих пор действует, да? Данное оружие являлось настоящим, резным, оно участвовало и в Великой Отечественной войне. Просто потом, после, со склада в САВД, СССР, оно переделалось в гражданские стволы эти. И переходило в гражданское обеспечение. Контроль за деятельностью частных охранных организаций – это самостоятельный институт, сформированный относительно недавно по сравнению с контролем над оборотом оружия. Стоя у истоков этой работы, сотрудники центра не имели права на ошибку. Закон о частной детективной и охранной деятельности Российской Федерации позволил сформировать рынок охранных услуг, существенно расширить полномочия частных охранников, наделив их правом применения специальных средств и оружия. У нас в республике зарегистрировано 26 частных охранных организаций, в которых работает 650 охранников. Для того, чтобы получить удостоверение частного охранника, гражданину надо для начала пройти медкомиссию, обучиться в негосударственной образовательной школе на охранника. После этого уже они подают к нам сюда заявление, мы выписываем в течение 20 рабочих дней удостоверение охранника. После чего гражданин устраивается в частную охранную фирму. Личный состав подразделения, опираясь на славные традиции и накопленный опыт предшественников, добросовестно выполняет свои служебные обязанности и стоит на страже закона и порядка в республике. Фатима Дорова, Алибастана, Вести, Карачаево, Черкесия. Далее смотрите информацию о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok В начале текущего года начался капитальный ремонт здания, с которым связаны приятные воспоминания многих жителей столицы Карачаева, Черкесии. Десятилетиями в стенах филармонии проходили праздничные концерты, спектакли, представления иллюзионистов и многое другое. Строители и дизайнеры обещают, что уже в апреле у ценителей искусства будет возможность оценить обновлённый облик городской достопримечательности. За ремонтными работами наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. По некоторым данным, это здание старше, чем Карачаева, Черкесия. По крайней мере, часть внутренних коммуникаций зрительного зала появилась здесь ещё в начале прошлого века. Но так как всё имеет свойство ветшать даже при надлежащем обслуживании, нынешнее капитальное обновление не просто напрашивалось, оно требовалось давно. И как только такая возможность у руководства государственной филармонии появилась, дизайнеры и строители приступили к преображению. И наиболее сложная история, которая была здесь для нашей компании, это сделать механику сцены, которая с 1904 года не менялась. У нас ещё были деревянные направляющие, это было запрещено по нынешним нормам. Но наша компания, не увеличив нагрузку на здания, поменяла на металлические, на новейшие системы, которые будут запущены в апреле месяце. Как говорит представитель дизайнерской компании, главное для подрядчика увязать дизайн общего ремонта и технологию сцены. Приходя в театр, далеко не каждый зритель придаёт большое значение тому, на какое именно кресло он садится, с помощью чего приводится в действие занавес. Люди хотят получить удовольствие от представления и некоторых его составляющих – освещения, акустики. Всему этому во время капитального ремонта придаётся огромное значение. Ещё одним существенным дизайнерским решением видится система LED-экранов. При подготовке к праздничным мероприятиям теперь не придётся дополнительно рисовать задники. К примеру, на Новый год или 8 марта. Всё будет выведено на экран с помощью компьютера. Впрочем, знающие прежнее убранство филармонии вряд ли ощутят после ремонта сильно большую разницу. Разве что лепнина и стены приобретут новизну и свежесть. Уверен в том, что этот ремонт, который мы сейчас делаем, даст возможность сегодня сохранить всё, что сегодня имеется в этом здании. Это и исторические рисунки, это и акустическая форма концертного зала. Всё это будет сохранено. Разумеется, не останется без ремонта и фасад здания. В последние годы на его облик было грустно смотреть. Настолько быстро некогда гордость Черкеска приходила в непрезентабельный вид. Но, похоже, беспокойство за дальнейшую судьбу филармонии можно оставить в прошлом. Планируется, что уже в апреле у ценителей искусства, жителей и гостей региональной столицы будет возможность лично оценить качество и оригинальность дизайнерских решений. Артур Мыхце, Алий Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Проект под названием «Центр обучения традиционным ремеслам Карачаево-Черкесии» Госуниверситет имени Умара Алиева попал в топ-5 лучших проектов высших учебных заведений Российской Федерации. В рамках работы центра будут проводиться занятия по направлениям художественная керамика, обработка металла и древесины, а также по искусству войлока и вышивке золота. О функциях проекта и о том, как можно научиться своими руками создавать произведения искусства узнавал Алихан Лепшоков. В течение двух дней школьники будут знакомиться с различными направлениями деятельности Центра обучения традиционным ремеслам Карачаево-Черкесии на базе Качагу имени Умара Алиева. Это прекрасная возможность для молодежи научиться создавать своими руками произведения прикладного искусства. Специалист Управления по молодежной политике и социальным проектам Качагу Роберт Баская подчеркнул, что ребята смогут приобщиться к культуре и выявить творческий потенциал у начинающих мастеров. После того, как вас проведут по экскурсии и покажут то, что наши студенты, наши мастера делают собственноручно, то есть это не станки, не Алиэкспресс, чтобы вы понимали, это они сами делают своими руками, вы поймете свои силы, что вы сможете по итогу делать. К чему это все? Вы увидите результаты, вы поймете, какой путь вам придется пройти, вы увидите мастер-классы и в феврале, когда мы выходим на обучение, мы все стартуем в школе уже в полноценной, где можно получить будет сертификат о том, что мы прошли обучение. Университет полностью идет нам навстречу. Центр будет функционировать по пяти направлениям. Один из интересных сфер прикладного искусства – художественная керамика. Преподаватели продемонстрировали ребятам, как можно создать посуду из глины и керамики. А это уже курс по вышиванию золотом, где юные мастерицы смогут украсить полотно из ткани яркими и переливающимися узорами. Для выполнения этих изделий нужно получить необходимые навыки и иметь талант в творчество, отмечают мастера традиционных ремесел. Можно такую работу выполнить где-то за полчаса, за час, например, только сработать. А уже выполнять работу вот такого характера, когда ты создаешь аналин на изделии, это после точения, это уже занимает много времени. У кого-то неделя может пройти, кто-то за два-три дня может выполнить. Насколько он плотно занимается этим делом, то есть сколько времени он уделяет этому. А это уже мастерская, где можно превратить материалы из дерева в различные шедевральные изделия. А здесь создают произведения искусства из войлока. Для нас очень важно прикоснуться к традициям и истории наших народов, отмечают школьники. И совсем скоро проект начнет работать и позволит организовать досуг жителей и помочь молодежи определиться с выбором будущей профессии. Алихалип Шоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова